Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Одной бедой меньше проспект Масленникова закатали в асфальт. Раскольников наших дней полицейские задержали грабителя микрофинансовой организации. Кушать подано. Самара появилась на гастрономической карте России. Жаркая полночь на проспекте Масленникова. На этой улице полным ходом идет ремонт дороги большими картами. С горячим асфальтом подрядчики работают исключительно по ночам, чтобы дополнительных пробок и на без того загруженные улицы не создавать. Сколько метров дороги закатает в асфальт, узнала Марина Кравцова. Ночь улица Асфальт. Разогретый до 155 градусов Цельсия. Ровным слоем его укладывают на проспекте Масленникова. Подрядчики провели все подготовительные работы, сняли старое покрытие, очистили поверхность от пыли и грязи. Смена у ночных рабочих стартует в 22 часа и заканчивается в 6 утра. Трудятся две бригады, 40 человек и 15 единиц техники. Работают качественно, соблюдая все технологии. На проспекте Масленникова немало люков и дождеприемников. Их тоже обновят. Предварительно люки были выставлены на проектную отметку и после укладки асфальта они станут вроить асфальт. Деньги на этот ремонт выделили из федерального бюджета по программе «Безопасные качественные дороги». Проспект Масленникова ремонтируют большими картами свыше 100 погонных метров. В порядок приведут всю улицу от Новосадовой до Маломосковской. А это около полутора километров в длину, 12 метров в ширину. Все ли правила дорожных работ соблюдены, ежедневно проверяют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». Специалист выезжает на участок, где проводится работа, проверяет температуру смеси во время укладки, толщину укладываемую в слое. Также, чтобы основание было подготовлено, очищено от пыли и грязи. Также обращают внимание на то, вовремя ли убрали строительный мусор. Как показала практика, если находят недочеты, подрядчики устраняют их почти сразу же. На проспекте Масленникова сначала укладывают асфальт по правой стороне дороги, затем перейдут на левую, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов. Впрочем, они к временным неудобствам на дорогах относятся с пониманием. Они становятся с каждым днем гораздо лучше. Это касается и дорожного покрытия, и разметки, и знакового хозяйства. Сейчас уже ездить легче. Касаемо ремонта проезда Масленникова, на самом деле, спасибо всем большое, кто это сделал, потому что это наш родной город, это наша родная улица. Мы здесь выросли. Работа ведется, работа заметна, инфраструктура города становится лучше. Завершить ремонт проспекта Масленникова подрядчики должны до конца следующей недели. Гарантийный срок – два года. По этому муниципальному контракту в 2017 году подрядная организация обновит проезжие части еще 22 улиц. Всего же в Самаре по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 41 улицу. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Предполагаемых серийных квартирных воров задержали в Самаре. Как считает следствие, преступники действовали во всех районах города, к некоторым квартирам ключи подбирали, в других просто ломали замки, грабили всех подряд, без разбора богатых и бедных. Какие уловки использовали воры, чтобы действовать наверняка, расскажет наш корреспондент. Подозреваемые 37-28-летние мужчины сначала заявили, что к квартирным кражам никакого отношения не имеют. А на жизнь зарабатывают честно – на стройке. Однако при обыске у задержанных изъяли целый арсенал предметов для вскрытия квартир – комплекты ключей, отмычки и так называемые маячки. Приспособления – это так называемые маяки, которые устанавливаются в дверные проемы. Они могут быть сделаны как из обычных спичек, так и как сейчас часто используются – это отрезки пластиковых бутылок. Они невидимые на глаз, они прозрачные, очень тоненькие. То есть преступник, установив их в проем двери, проверя через определенный период времени, может увидеть, выпал он или нет. Если такой предмет не выпал, соответственно преступник делает выводы, что квартира не посещается, то есть хозяев нету и что эта квартира доступна, так скажем, для посягательства. По версии следствия, задержанные сначала проходили весь подъезд с девятого до первого этажа. В двери каждой квартиры хозяева, которые не ответили на звонок домофона, размещали маячки, а ночью возвращались. И если маячок был на месте, квартиру вскрывали. Пытались подобрать ключ, если не удавалось, замок просто ломали. И выносили все, что подвернется под руку – от банковских карт и денег до алкоголя. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, не причастны ли подозреваемые к еще одной серии похожих преступлений. Виктория Шарая, события. Напал на тех, кто дает деньги взаймы, чтобы самому отдать долг. Микрофинансовая организация Новоковишеска стала жертвой грабителя. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленник, угрожая расправой сотрудницы фирмы, открыто похитил 40 тысяч рублей. Сотрудники Новоковишеского уголовного розыска совместно с Чапаевскими коллегами установили личность нападавшего и сдержали его в Чапаевске. На преступление пошел ранее несудимый безработный 24-летний мужчина. Молодой человек во всем признался и объяснил, что деньги ему нужны были для погашения долга. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. ВИЧ под контролем. В Самаре центр по борьбе со спидом подвел промежуточные итоги своей работы. Специалист отмечает положительную динамику по всем показателям. В антирейтинге по заболеваемости ВИЧ-инфекция Самарская область опустилась с 6-го места на 13-е. Андрей Горгуленко выяснил, где можно узнать свой ВИЧ-статус. Иван Горюнов готовится стать папой, а потому тщательно следит за своим здоровьем. Тест на ВИЧ он сдает каждый год. Признается, в результате уверен всегда. Но легкое волнение испытывает каждый раз. Я уверен, что каждый год сдаю и нормально все. Но все равно есть небольшая такая доля волнения. Сегодня я пришел, что у меня вот жена беременна, я пришел, чтобы все было хорошо, был ребенок здоровый. Иван, как и специалисты спид-центра, советует всем ежегодно проходить тест. Если же результат вдруг будет положительным, отчаиваться нельзя ни в коем случае. И тем более откладывать лечение. Если начать его вовремя, уверены пациенты со стажем, можно жить в полную силу. Самочувствие как-то я особо не замечал, что хуже стало. Но сейчас, в общем-то, нормально себя чувствую. Так же, как врач подписал, принимается, все нормально. Конечно, надо заниматься собой. И, в общем-то, человек, если как-то сказать, хочет в дальнейшем существовать нормально, в общем-то, тогда пожалуйста. По последним данным, всего в Самарской области проживают почти 35 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это 1% населения. Цифра держится на одном уровне. Это значит, что снижена смертность больных, а также снижается рост первичной заболеваемости. Среди впервые выявленных все меньше становится и молодых людей в возрасте до 25 лет. А охват больных под диспансерным наблюдением увеличен до 88%. Этой положительной динамики удалось добиться благодаря хорошо выстроенной системной работе. Главное, больше возможностей стало для профилактики населения. Мы сегодня работаем, имеем возможность работать не только для больных ВИЧ-инфекций, но и для всего населения. Для всех, кто мотивирован сохранять свое здоровье. И самое главное, это для молодого поколения. Сегодня мы развиваемся с четкой отработанной технологией работы. Врачи центра говорят, что хотя тест на ВИЧ дело добровольное, пройти его обязан каждый, кто заботится о своем здоровье. Это можно сделать бесплатно в центре или на выездных акциях с экспресс-тестами. На получение результата анализа уходит всего 20 минут. Благодаря таким тестам свой ВИЧ-статус знает уже пятая часть жителей губернии. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Далее, коротко о других событиях дня. Директору Самарской гимназии номер один Любови Картамышевой предъявлено обвинение в получении взятки. Такая информация появилась на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. По версии следствия, в июне 2017 года женщина во время двух встреч получила 600 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы 800 тысяч рублей за зачисление двух детей в 4 класс учебного учреждения. 2 августа директор получил оставшуюся часть взятки 200 тысяч рублей, после чего ее и задержали полицейские. Сейчас обвиняемая заключена под стражу. Во время допроса директор не признала вины и отдать показания отказалась. В связи со смертью ребенка, забравшегося на трансформаторную будку, Безинчукский следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Напомним, 30 июля вечером 7-летний мальчик залез на трансформаторную будку, а когда спускался, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар током. Устроил массовое ДТП во дворе. В Самаре 39-летний водитель Митсубиши Паджеро, выруливая из двора на улицу Ставропольскую, столкнулся с попутными автомобилями Хёнде и Лада Приора. Затем напротив дома номер 202 по улице Ставропольской врезался в припаркованный Киа. А после удара внедорожник выехал на газон, где врезался в дерево. Как показала экспертиза, водитель Паджеро был пьян. Никто из участников аварии не пострадал. 1 сентября учеников Новокупышевской гимназии номер 1 встретит Пушкин и Гоголь. Их портреты в технике граффити появились на фасаде учебного заведения. Кроме классиков, фасад гимназии украсили портреты космонавтов, а также изображения алфавита и мультипликационных героев. Преобразить гимназию по просьбе руководства помогли выпускники. Художники еще продолжают творить. На фасаде еще появятся портреты Циолковского и Гагарина. В выходные в области синоптики не рекомендуют посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехники. По информации Приволжского ОГМС, с 11 по 17 августа местами в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Пятый класс. Рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Самару отметят на гастрономической карте России. Проект федеральный. Он охватывает самые вкусные места страны. Где находится рай для гурманов, будет определять специальная экспедиция. Она стартовала в начале августа. Ее маршрут пролегает через 9 регионов. В Самаре эксперты нашли немало интересного и вкусного, начиная от легендарного пенного напитка и хлеба и заканчивая экологически чистым ворским осетром. Акцент на уникальности и исторические традиции блюд по итогам экспедиции составит интерактивную гастрономическую карту, которая будет доступна как российским, так и зарубежным туристам. Самара на ней займет почетное место, а для гостей города планируют приготовить пищу не только для желудка, но и для ума. Гурманов ждет экскурсионная программа. Имеет смысл, наверное, выстроить именно гастрономические туры с привязкой к конкретному бренду, которые будут включать как и производители, как будут включать и рестораны, располагающиеся на территории нашего города и региона. Мы будем еще предлагать экскурсионные маршруты как на само производство, так и по территории города. Динамичная геометрия, неординарные световые решения и честные эмоции. Все это можно увидеть на новой выставке «Большой футбол на Волге». Шесть авторов представили 40 лучших фотографий, снятых за последний год. Их разместили в фойе Дома журналиста. На снимках строящийся стадион, футбольный матч о крыльях советов и болельщики. Одним словом, все, чем живет Самара, готовясь к чемпионату мира по футболу. Фотографы говорят, удивительных моментов много, но не все их удается запечатлеть. Ведь один из главных залогов хорошей фотографии – правильный свет. Не все от тебя зависит. Есть еще кто-то там, от него зависит многое. Ты можешь приехать, а светолет такого, как у детей хотелось бы. Но если он есть, его надо использовать по максимуму. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Десять из десяти самарский губернатор возглавил рейтинг руководителей регионов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин